Всем привет, дорогие друзья! События развиваются стремительно. Честно говоря, ну месяц назад, ну там, когда заканчивалось межсезонье, я даже подумать не мог о том, что вот имея такой календарь, который у нас был в начале, собственно, вот этого отрезка, что у нас будет еще перерыв на сборной, что уже через месяц мы будем всерьез обсуждать то, что наш тренер Михаил Галактионов хочет встретиться с руководством, будет просить об отставке, а руководство будет уговаривать его остаться. В общем, я думал то, что, ну, как минимум, да, но мы просто тихо, плавно доплывем до финиша сезона, ни на что особо не претендуя, но и вниз не провалимся. Но судьба имеет свое совершенно мнение насчет того, что происходит с Локомотивом. Локомотив вылетел из Кубка России, Локомотив проиграл Уралу и с момента, собственно, выхода из межсезонья Локомотив не одержал ни одной победы. Даже какой-нибудь такой самый завалящийся с неубедительной игрой в какой-нибудь серии пенальти против Балтики нет, вообще ничего нету. Локомотив только играет в ничью или проигрывает, как матч с Уралом. Но поражение поражению рознь. Прежде чем, собственно, приступлю к обсуждению матча с Уралом, хотя что там обсуждать, честно говоря, не знаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И меня еще там в комментариях под прошлым видео просили упомянуть, что у нас проходят прямые трансляции в сервисе vkplay.life.eslok. На самом деле все ссылки есть в описании к видео, и там можно найти, как подписаться на Boosty, и, собственно, этот лайв-канал с трансляциями, где мы уже в прямом эфире. Я отвечаю на вопросы, мы обсуждаем игру, и приходим к каким-то выводам, которые я уже здесь вам на видео озвучиваю чуть-чуть попозже. Но если не хотите, то видео, они все равно остаются, поэтому тем, кому не хочется там два часа проводить на трансляции, хотя на самом деле хороший терапевтический метод после игры зайти, выкинуть свои эмоции и успокоиться до воскресенья, когда у нас будет игра с Ахматом. Вот, с официальной частью покончено. Официальная, но очень необходимая, и надо вам постоянно об этом напоминать, уж извините. Давайте поговорим про дела более грустные, более веселые, не знаю. С одной стороны, наблюдать за тем, что происходит в локомотиве очень-очень грустно, особенно если мы говорим про матч с Уралом. С другой стороны, ну, локомотив — это непрекращающаяся движуха, казалось бы. Ну вот, мы уже дошли до стадии какой-то такой стагнации, когда пришел Нагорных, пришел Галактионов, люди системные максимально, не шарахающиеся из стороны в сторону, никаким резким, спонтанным действием вроде как не способные. И вдруг, ну, вот мы получаем то, что получаем. Матч с Уралом — это определенно, ну, как минимум один из худших матчей локомотива при Михаиле Галактионе. И здесь вообще не важен результат. Да, мы проиграли 1-0, пропустили на пятой минуте с очередного углового. Мы с угловых пропускаем примерно в каждой игре, в которой участвуем. Не знаю уж, тренировали ли мы вообще этот аспект игры, потому что мы с угловых не забиваем, но при этом пропускаем регулярно. И, собственно, ну, деградация совершенно очевидна, потому что, ну, еще не так давно локомотив, наоборот, на стандартах играл очень хорошо, и сам забивал, и практически не пропускал. Вот. Сейчас, ну, просто страшно смотреть на локомотив на угловых. И дело не только в том, с которого мы пропустили. Там был еще после этого угловой, в котором навес на ближнюю штангу, перекидка на дальнюю. Абсолютно стандартная схема для Урала. Это, ну, вот самая база из баз, которую Урал использует. И на дальней штанге один абсолютно Эмерсон просто не попадает в ворота. Это было даже еще более страшный эпизод, чем тот, который завершился голым. Там, в том эпизоде, который завершился голым, там опять случайность. Там опять этот Сулейманов, который выпрыгивает, еле-еле касается мяча головой, фасон куда-то бежит. Лантратов на свечку не выходит. Хотя у него три часа есть для того, чтобы выйти и взять этот чертов мяч. Лантратов просто вжимается в линию ворот, и оказывается то, что, ой, Эмерсон первый на мяче. Сделай, блин, два шага вперед, и у тебя вся штрафная в твоем распоряжении. Можешь забрать мяч просто в воздухе. Можешь забрать мяч после отскока от защитников. Но из-за того, что Лантратов приклеен к ленточке, и он приклеен к ленточке примерно всегда, мы постоянно пропускаем эти гребаные удары головой. И, ну, есть, есть вопросики к Илье по началу сезона. Как, впрочем, и ко всей команде здесь, к сожалению, не приходится говорить о том, что именно в Илье Лантратовом, в Илье Лантратове все наши проблемы. Увы, проблемы гораздо-гораздо глубже. И не мудрено то, что Михаил Галактионов в итоге, собственно, и инициировал встречу с руководством. Хотя Карп говорит, что никакой встречи не было. Созвонились и уладили все вопросики. Но дыма без огня не бывает. И, в принципе, я могу понять, почему Галактионов к таким мыслям пришел. Потому что, ну, матч с Уралом, он совершенно не похож на другие матчи. В том плане, что если в других матчах, да, оставим за скобками игру с Краснодаром, которая в целом была хорошей, цельной против сильного соперника с преимуществом, да, то в предыдущих матчах у нас не получалось. Мы очень хотели, мы старались, мы пытались, но у нас не получалось делать то, что мы умеем, делать то, что мы хотим, да. Там первые 10-15 минут играем с преимуществом. У нас какие-то моменты возникают, и в концовке, имея плохой результат, мы все равно бежим к чужим воротам через «не могу» и создаем эти моменты. Ну, вот не лезет мяч в ворота. И здесь можно только посочувствовать команде, что она хочет, но не может. И матч с Уралом, в котором, да, в первом тайме у нас было довольно много голевых возможностей. Я насчитал 4 штуки, в трех из которых Владислав Сорвелли замешан. Он, ну, никак не идет у Сорвелли в этом сезоне. Мог и Краснодару забивать, но мяч там в сантиметрах от его головы пролетел. Мог забивать Уралу, но там с трех метров головой в перекладину попал. В общем, не везет Сорвелли. Ну, вот первый тайм, окей, я могу вот записать в ту же самую когорту матчи, которые у нас были до паузы на сборной. Но затем случился тайм второй. И, ну, настолько кошмарного зрелища я при Михаиле Галактионове не припомню. Потому что здесь команда, которой отдали мяч, Урал особо, в общем-то, не противился тому, чтобы Локомотив с мячом куда-то там ходил и что-то там делал. Ну, это команда за тайм. Ну, вот давайте уберем за скобки еще пять минут начальные второго тайма, в которых Глушенков прорвался по лицевой линии и сделал неплохую передачу. Да, вот если убрать вот эти вот еще пять минут и добавить те шесть минут, которые были добавлены ко второму тайму, ну, получается, что мы вообще ничего не создали. Мы проигрываем. Мы можем вылететь из кубка. Против нас одна из слабейших команд лиги. И за это время мы не создаем ни одного опасного момента. Да, помните, год назад был матч с Акроном, где мы тоже играли просто суперотвратительно. Но, в конце концов, мы сподобились на то, что Камано забил этот свой галешник, и мы перевели игру в серию пенальти. Там в серии пенальти проиграли, конечно, но, по крайней мере, мы что-то сподобились делать. Мы хотели отыграться, несмотря на то, что уже к тому моменту знали, что мы все равно из кубка вылетаем, потому что в игре Баринов принял участие. Но мы все равно какое-то самолюбие было у команды, которая взяла и отыгралась с Акроном. И матч с Уралом, в котором, ну, ни удара по воротам, ни какой-то проникающей передачи в штрафную, ни какой-то выигранной борьбы, ничего, нет. Все вот в первом тайме осталось, во втором просто. Хотя и Глушенков на поле был, и Антон Миранчук на поле был, и Жамаледдинов на поле был, и Митый потом вышел. Ну, короче, вроде как сильнейшие, ну, относительно сильнейшие, да, на поле, но никакой конкретики, никакой опасности вообще не создавалось. Здесь мне видится огромнейшая проблема в том, что так получилось, что из команды вынули стержень. Если брать футболистов, которые не умеют проигрывать, не хотят проигрывать и ненавидят это дело, то, ну, на ум приходят Дмитрий Баринов, Наир Тикнезян и Артем Дзюба. С остальными как-то, ну, вот они, может быть, у кого-то есть какие-то лидерские качества, но нету вот этой вот злости на то, что команда играет плохо. И надо же такому случиться, что именно эти три футболиста оказались травмированы перед игрой с Уралом. И, ну, реально было ощущение, что из команды просто вынули вот этот вот стержень, и команда предстала в каком-то абсолютно амебном состоянии. И вот, казалось бы, на второй тайм должны выйти на скипидарены, но нет, они вышли в развалочку. И, ну, собственно, катали мяч друг к другу, не доходя до чужих воротов. В то время как Урал носился, бился и старался выцарапать этот мяч. Вот выцарапать эту игру у Локомотива как раз, ну, вот вообще не было во втором тайме. Здесь мы, конечно, обязаны снова сказать про травмы, которые вот так точечно бьют. И, ну, откровенно говоря, да, без Дзюбы, сколько вот я не говорил, сколько я не бил в набат и не кричал на втором сборе о том, что нам нужен нападающий, взяли Хамулича и решили, что обойдемся Тимуром Сулеймановым. Ну, не можем мы играть без Артема Дзюбы. Ну, не можем, ну, не получается у нас. Артем при всех своих минусах, которые в этом сезоне и в этом году в частности проявляются, ну, все равно форвард наголову выше, чем Тимур Сулейманов и Саид Хамулич. И определенные действия делает и позволяет партнерам получать больше свободы. Тимуру Сулейманову даже особо крыть не нужно, а Хамулич со скамейки запасных не появляется на поле. Наир Текнезян — это человек, один из нескольких в нашей команде, немногочисленных, в чьих голевых умениях, в принципе, можно не сомневаться. Он забивает голы, он забивает важнейшие голы, забивает первые голы в матче, после которых Локомотиву, ну, традиционно играть легче. Нету Наира Текнезяна и выходит на левый фланг, там, не знаю, Сергей Пеняев, который, ну, не получается у него стабильно забивать. Или, там, не знаю, Хамулич или Антон Миранчук. Вот кто-то там на левом краю появляется, Илья Самошников. И это, конечно, гораздо менее опасно, чем Наир Текнезян. Да, вот у нас два человека в этом сезоне, на чьи голеодорские навыки можно положиться. Наир Текнезян и Максим Глушенков. Вот в матче с Уралом у Глушенкова тоже не пошла игра, вышел на замену и пропал после 50-й минуты. И, в общем-то, где он был, я не очень представляю, но угрозы воротам соперника не представлял. Вот. И, ну, Дмитрий Баринов. Многие говорят о том, что Дмитрий Баринов не нужен, что надо играть, там, Карпукас-Митай, или, там, Карпукас-Батраков, или Батраков-Митай. Ну, в общем, лишь бы убрать Баринова из состава. Но Баринов – это человек, который в любом матче создает, ну, некую крепость. И уж если команда играет спустя рукава, он будет на всех орать, злиться и пытаться хоть как-то мотивировать. Капитан Лантратов или Антон Миранчук на это не способны. Вот про Миранчука, наверное, особенно мне хочется сказать, потому что, ну, откровенно разозлил Антон в этой игре. И я вспоминаю свои эмоции в матче с Акроном. И я помню, что я испытывал ровно те же самые эмоции, что вот ты, звезда российского футбола, игрок сборной против Сербии, выходишь, выдаешь супер-мега-матч, выходишь против команды первой лиги, и ты превращаешься в игрока первой лиги. Выходишь против Урала, и ты играешь хуже любого футболиста Урала. Тебе нужно 158 касаний, твои решения просто абсурдные, чудовищные. Ты не сделал вообще ничего в этом матче для того, чтобы Локомотив не вылетел из Кубка России. Ну, так нельзя играть. Ты лидер этой команды, один из немногих, да, учитывая травмы. И на тебя ложится это самое бремя. И как только на Антона это бремя ложится, он такой... Я, пожалуй, это как-нибудь... И ничего не получается вообще. Да, не получается у всей команды, но спрос с остальной команды гораздо ниже, чем с Антона Миранчуга. Да, Батраков тоже выдал, ну, на самом деле, при всей моей любви, кошмарный матч. Тоже в первом тайме еще что-то получалось, как и у всей команды, более-менее еще как-то мяч ходил. Во втором тайме Батраков явно устал, и, ну, это первый его матч в стартовом составе, и сразу 90 минут. Понятное дело, на весь матч его не хватило, причем играть единственного опорника. Мы игру играли по схеме 4-1-4-1. И потом пошли, ну, просто отвратительные передачи от Батракова. Но с Батракова какой спрос? Он дебютант, он 18-летний парень, ему нужно только раскрываться, и понятное дело, что стабильно крутые матчи он проводить не будет. А ты, здоровенный 28-летний лоб, должен взять на себя ответственность и зарешать. И вот, ну, вот именно в таких матчах должен зарешать. Когда вот у Максима Глушенкова не идет, тоже, да, он со скамейки запасных выходит. Возьми на себя ответственность, и проведи эту игру вдохновенно, и стань лучшим, как периодически делал твой брат. Очень часто это делал Алексей Миранчук. Вот у Антона этого вообще нету, и очень часто я вижу какую-то, ну, размазню на поле, извините за грубые слова, но других слов для игры Антона Миранчука в этом матче у меня просто нет. Собственно, итогом этой игры стало не только то, что Локомотив вылетел из Кубка, но и прошение об отставке Галактионова, да, будем так об этом говорить, хотя прямо это не озвучивалось, но вроде как Галактионов, ну, по крайней мере, намекнул руководству, что готов оставить кресло тренера команды, и даже высказали о том, что, дескать, и Черчесова можно назначить, и Николич ходит там в кандидатах на место главного тренера, но потом вроде как сказали то, что не будет менять тренера, по крайней мере, если в следующих матчах Локомотив покажет, что все-таки умеет играть в футбол, то до конца сезона Галактионов остается, а там будут решать, продлевать с ним контракт или не продлевать с ним контракт. Что я думаю вообще по этому поводу? Мне кажется, что просто так из-за результатов, из-за того, что команда вылетела из Кубка России, Галактионов бы подавать в отставку не стал. То есть это история про то, что Галактионов, возможно, сам не очень верит, что эту ситуацию можно как-то исправить. То есть понимаете, да, что если он видит, что вот этот вот результат – это просто стечение неких обстоятельств, это просто из-за травм, это просто, ну вот, не повезло или еще что-то, да, но работа была проведена качественно, команда на эту работу хорошо отреагировала, и дальше, по крайней мере, тренер верит, что дальше будет лучше, тренер в отставку подавать не будет. Он будет надеяться, что вот дальнейшие результаты покажут, то, что он хороший тренер, что все было сделано правильно, ну просто вот в течение обстоятельств в футболе такое бывает. В отставку подают тогда, когда тренер понимает, что дальше лучше не будет, что сейчас Галактионов на пятом месте, что сейчас у Галактионов довольно хороший процент побед в «Локомотиве». Но если продолжится, если он продолжит оставаться в «Локомотиве» до конца сезона, то будут ничьи, будут поражения, и все запомнят не того Галактионова, который шикарно отработал 2023 год с «Локомотивом», и этот Галактионов точно получит еще какие-то назначения в российской премьер-лиге, а вот этого Галактионова, Галактионова 2024, который вылетел из кубка, который проигрывает последним командам чемпионата и абсолютно не управляет командой. Вот у меня есть определенная боязнь, что Галактионов это чувствует, что он потерял контроль над командой. Хотя Сергей Пеняев, хотя Женя Морозов в каких-то комментариях СМИ говорят о том, что они будут играть, будут биться за тренера, что он вообще не виноват, это они сами. Но лично мне кажется, что все-таки тренер как-то понимает процессы, происходящие в команде, и видит то, что сейчас что-то абсолютно не то происходит, что должно происходить, что привело бы команду к победам. И в этом плане у меня есть определенная боязнь, потому что сейчас ходу с места найти за 9 матчей до конца чемпионата хорошего тренера, ну как будто бы задача не самая простая. Да, у нас есть Станислав Саламыч, который ездит на каждый матч и готов, наверное, возглавить любую московскую команду, только предложи. Есть Владимир Ивич и, ну, наверное, все остальные. Да, там Осенькин в крыльях, Николич там в своем катере, не знаю, Талалаев еще периодически у меня в голове возникает как кандидат, который может прийти в голову о Нагорных. Он в Кимках работает и будет с командой выходить в Лигу выше. В общем, ну, есть ощущение то, что надо как-то доработать, дотянуть до конца сезона. Все равно уже, ну, вылететь мы вряд ли вылетим с таким количеством очков, которые уже заработали. Кубок мы все равно не выиграем, чемпионами тоже не станем, да, но какая разница, кто эти несколько туров будет главным тренером команды. Поэтому я, в принципе, понимаю, почему руководство не хочет вообще никакой отставки Галактенова и будет его уговаривать работать дальше. Но есть еще такая история, что в молодежной команде работает Дмитрий Хохлов, который пришел туда перед, собственно, зимней паузой. И это было абсолютно неожиданное назначение, потому что Хохлов долгое время уже работает с командами РПЛ, а когда ты уже шагнул на ступень профессиональных команд, ну, тренеры обычно, ну, крайне неохотно спускаются обратно в молодежный футбол. И если они это делают, то обычно, ну, 99,9% случаев, это ситуация, когда им что-то обещают. Мол, ну, ты приди, ты 2-3 месяца у нас поработай в молодежке, но ты будешь основным кандидатом на случай, если мы увольняем Галактионова. Вот обычно такие истории происходят. И вот этого поворота событий я бы очень не хотел. Да, прихода Осенькина, прихода, там, не знаю, Саламыча, прихода Талалаева, Карпина, Николича. Ну, я в целом, ну, я готов это рассмотреть. Приход Хохлова для меня это, ну, очень плохая и очень грязная история. Это будет история тренера, который подсидел другого тренера, дождался его отставки и зашел в главную команду. При том, что, ну, никаких хороших результатов у Дмитрия Хохлова в профессиональном футболе отродясь не было. И я сомневаюсь, что будут, особенно посмотрев на то, в какой футбол играет молодежная команда Локомотива. Посмотрим, как будут развиваться события. По крайней мере, матч с Ахматом точно проведет Михаил Галактионов. Если и там не получится одержать победы, если и там потеряем очки, то, ну, кресло еще более будет шататься. Возможно, Галактионов будет еще более настырным в своих просьбах об отставке. Посмотрим. Я думал, что с матча с Уралом начнется дорога, победная Локомотива, начнется хорошая серия, потому что, ну, вот, казалось, легче соперника у нас уже не будет, чем Урал в Кубке России. Но оказалось то, что Локомотив совсем не хотел продолжать борьбу в Кубке. Может быть, они решили настроиться на борьбу в чемпионате. Посмотрим, конечно. Я не очень понимаю, как можно за, там, не знаю, 5 дней провести отличный матч против Краснодара, хороший, достойный, качественный матч, и потом, ну, настолько плохо сыграть против Урала в Кубке России. Да, это... Это ничем не объяснить. Никакой физической формой, никакими, там, не знаю, тренерскими установками Гончаренко, никакими провалами в составе, который, возможно, допустил Галактионов или травмами. Да, это просто ничем не объяснимо. Это как будто две разные команды, абсолютно двух разных уровней. Очень хочется почаще видеть тот Локомотив, который играл с Краснодаром, и вообще никогда больше в жизни не видеть тот Локомотив, который играл во втором тайме с Уралом. До встречи на следующей неделе. Обсудим, может быть, к тому моменту уже будем обсуждать нового главного тренера Локомотива. Всем пока!